ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что мне нравится в работе с Ильей, так это то, что он точно знает, чего он хочет. Оставались только некие детали, как воплотить это. Он ясно дал понять, как он хочет, чтобы выглядел вот этот лес, как он себе его представляет. А воплотить его именно в его желаниях, и как он себе его видит в его снах. В первой идее они должны были быть либо жесткие, к примеру, либо надувные. Кому-то это не понравилось визуально. Балетмейстеру не понравилось и режиссеру, что по ним нельзя будет лазить. А это очень интересно. Зная саму площадку, что она двухъярусная, и можно, получается, по этим лианам долезть до второго этажа, до зрителя. Не было ни разу, чтобы ты запланировал спектакль, чтобы он оставался точно таким же, каким он изначально планировался. Все объекты, которые были, в принципе, менялись по ходу. То есть что-то, что задумывалось, оно немножко перерабатывалось, и в итоге получалось не хуже, а гораздо лучше. Шер нам поставил такую задачу. Багеты в данном случае. Порочные, золотые, потертые, антикварные. Я предложила сделать их с папье-мошей. Мы пошли по ней, потому что она позволяет как можно дольше сохранить при этих условиях свой внешний вид. Ну и здесь вот как раз и в этом проекте началось для меня самое интересное как художника, как скульптора, как кукольника, в конце концов. То есть я любила и сластелина. Мне нравилось делать зеркала, потому что я очень долго прорабатывала технику. Пыталась делать разными способами, и действительно это было интересно. Я хотела им не передать старинному зеркалу. Была в Китае, отдыхала. Я приехала, наверное, в самый разгар, когда завершение всех объектов было под итог, и нужно было все завершить. Уже рамы начинали собирать. Они были, детали папье-мошей, были сегменты. Где-то пришлось изменить технологию конкретно с лестницами. Сделать, армировать просто так называемое армирование. Конечно, Лиана интересно, потому что хотелось погрузить в атмосферу. Каждые объекты, они все по-своему интересны. Они все раскрываются. В принципе, это интересный проект. Да, действительно, проект был очень интересный и сложный. Сложность заключалась в том, чтобы вот этот лес, когда он ожил и стал сказочным, что это не выглядело так, как будто включились лампочки какие-то. Мы знали, что лестницы должны светиться, но не знали, каким образом это сделать, как воплотить эту идею. И предполагали сначала, что у нас там лестницы будут подсвечиваться с чехлом из тряпки. А в итоге получилось, что мы использовали этот совершенно новый для нас материал. Если углубиться в технологию, материал такой, чтобы зритель не понял вообще, из чего это можно сделать так, чтобы он вот именно вот таким образом светился. Нужно было найти вот этот вот материал, отгадать и сделать так, чтобы он действительно воссоздал таинственный лес. Вся декорация, которую мы тогда делали, для акробатов, для циркового что-то, то есть они даже не просто выдерживают, но просто нужно еще и подстраховаться. То есть очень внимательно надо было подходить к моменту подвеса, то есть за что цепляется, чтобы это не открутилось, не оторвалось. Я лично проверял все эти моменты, что и учитывал их, потому что от этого зависит жизнь людей. Сделать объект, что ты его просто, вот вам объект, репетируете, они не смогут с ним репетировать. Будут всякие нюансы. Репетирует артист, репетируем и мы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Многочисленные требования, которые возникали по ходу, они вообще у ребятами воспринимались адекватно, максимально быстро все это делалось, все входили в положение друг к другу и в общем старались друг другу помогать. Это всегда приятно. Мне нравится в работе с вами то, что вы не употребляете слово «невозможное». Это правильный подход. У меня аллергия на это слово и с теми людьми, которые это слово употребляют, я стараюсь не работать и вообще не контактировать. Ваша компания это слово обходит стороной и на все даже иногда вопиющие, сюрреалистические просьбы, идеи, откликается и берет в работу. Это не вызывает в работе, причем в работе очень быстро, очень активной стопоров. С вами приятная работа. Субтитры создавал DimaTorzok